Ну что же, в этом уроке мы с вами уже создадим CSS. В принципе, я в прошлом уроке немного забыл, и сейчас я это исправлю. Смотрите, чтобы у вас все картинки вот так вот отображались, и в принципе шрифты все отображались, у вас должны быть правильно настроены все папочки. Ну, никакого тут особого фэншуя нет, просто вот у меня есть index.php, это мой основной документ, в котором, в принципе, весь и код находится, вот этот, который в прошлом уроке мы с вами рассматривали. Потом есть папочка EMG, давай зайдем, в ней есть, ну, VM, SPS, типа вот это вот, спасибо. Дальше есть папочка social, в которой находятся вот эти, для картинки для футера, вот. И есть папочка art, в которой находится вот эта вот одна основная картинка. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас все картинки отображались, то вам необходимо так само проставить все эти папочки, либо же в index.php, или у вас, может, HTML, заменить вот здесь пути вот EMG, social, YouTube, ну и так далее. Вот. То же самое с шрифтами, вот у меня здесь используется свой шрифт, который я скачал. Я его закинул в папочку fonts, и здесь вот он называется abelix.ttf, ну это шрифт. Вот. Ну и CSS, у нас просто папочки CSS тут встал. То есть, вот таким вот образом, если вы раскинете шрифты по папкам, то у вас будет в точности так же, как и у меня. Вот. Теперь непосредственно к уроку. Итак, чтобы создать адаптивный сайт, в принципе, существует три вещи для создания адаптивных сайтов. Первое, это подстроить все ваши блоки не под какие-то конкретные размеры, например, вот как здесь, body 1440 пикселей, его ширина. А под какие-то, а под проценты, ну под проценты, то есть, например, body, мы всегда знаем, что наш тег body, он должен быть, ну 100%, то есть, он должен занимать 100% ширины экрана. Отсюда, вот отсюда, да, и до конца, досюда, да. То есть, 100%, поэтому всегда прописывается обычно для адаптивной верстки или дизайна, прописывается всегда в процентах. То есть, все ширины, все, там, ширина или высота прописываются в процентах. Например, 100%, хейт тоже 100%, например. Теперь представим, что, например, нам нужно, ну, то есть, это первый, да, наш из трех элементов, это наш первый элемент, который помогает при создании адаптивного сайта. К остальным двум мы еще вернемся. Представим, что нам необходимо создать body, чтобы у него были некие отступы. Например, ну, например, margin-left, у него должен быть 50 пикселей, к примеру. Вот мы обновляем, в принципе. Ну, обновляем, как бы, но он что-то очень медленно у меня обновляется. Обновился все-таки. Вот. В принципе, у нас тут ничего не произошло. Это все из-за того, что у меня тут просто поставлено на моем сайте кеширование CSS файла. Поэтому, в принципе, он просто уже запомнил предыдущую версию CSS файла и новую версию файла еще не обработал. Ну, то есть, кеширование. Если хотите, можете в интернете посмотреть, что это такое. Вот. Поэтому мы никаких изменений не увидели. Но все же, если мы хотим сделать отступ слева, да, и, например, 50 пикселей, мы знаем, что если я сделаю вот подобную вещь, то у нас уже будет наше body, ну, то есть, ширина у него 100%, а мы еще 50 пикселей добавили. То есть, он всегда у нас будет больше, чем наш размер экрана на 50 пикселей. Всегда будет выступать. То есть, это всегда будет некрасиво. На любом экране он у нас будет некрасивым. Как это сделать? Здесь есть, опять-таки, два метода. Мы можем применить свойства CSS третьей версии. Там появляется свойство, которое называется calc. Calculate. Да, оно позволяет отнимать, либо добавлять, ну, например, если бы у нас здесь были пиксели, да, там 140 пикселей, минус 20 пикселей. Оно бы это посчитало и вывело бы как 120 пикселей. Да, то есть, ширина была бы 120 пикселей. Но она позволяет намного больше еще эта функция. Она позволяет от процентов, вот 100% у нас есть, да, отнимать наши какие-то нам нужные, наши нужные какие-то там вещи. Например, 50 пикселей в нашем случае, да. То есть, у нас мы занимаем 100% ширины экрана и отнимаем от этого 50 пикселей наш отступ слева. Таким образом, опять у нас body наш будет всегда равен 100%. Вот. То есть, вот такой вот метод. Также, опять-таки, все задавать в процентах. Например, мы можем задать, здесь поставим 100%, мы можем задать marginLeft в процентах. Подобрать немножко, вместо пикселей проценты подобрать. Например, поставить там 5%. Таким образом, мы знаем, что теперь наше body будет 105%. Опять-таки, он будет вылазить. Но с процентами все проще. Мы можем просто здесь теперь поставить 95%. И опять-таки, наше body будет всегда равняться 100%. То есть, к чему я это вообще все рассказываю. Всегда размер в адаптивных сайтах всегда нужно указывать в процентах. Таким образом, они всегда будут подстраиваться под размер экрана. Например, у нас, удалим вот это все, в принципе, ставим 100%. У нас наша шапка, она равна 98%, но при этом padding по высоте у нас по 0,5%, а по ширине, то есть справа и слева, будет по 1%. 1% слева и 1% справа, будет отступы. Поэтому у нас здесь 98%, чтобы шапка всегда была 100%. Таким образом, шапка у нас не вылазит. Видите, никуда она не вылазит. Вот. И если я буду увеличивать размер экрана, да, либо же можно его не просто увеличивать, а в Google Chrome это можно делать с помощью консоли. Вот здесь такая прекрасная кнопочка. Вот. Она помогает нам, в принципе, прочувствовать, как бы на... ну, преобразовать сайт к любому размеру. Вот такая вот, в принципе, штука. То есть откройте консоль, и вот здесь вот в виде телефончика будет у вас иконка. Нажмите на нее, и потом можете растягивать свой сайт как угодно, проверяя его адаптивность. Вот. Так к чему я клоню? Что, видите, наша шапка всегда подстраивается под размер экрана. Неважно, насколько я буду ее растягивать, она всегда будет растягиваться именно под размер экрана. Потому что она в процентах. И так и наша вот эта navigation, так же самая она в процентах, поэтому всегда растягивается под размер экрана. И футер тоже самое. Так. Футер тоже самое. Вот. Эти блоки у нас, конечно, абсолютно некрасиво выглядят, но мы их изменим в следующем уроке, потому что там мы применим новую технологию, совсем другую. Здесь мы просто такие базовые рассматриваем технологии. То есть, все указывает в процентах. Тут, я думаю, все понятно. То есть, обычная простая математика, что-то добавили, например, в padding или в merging, какие-то отступы добавили, значит, от общей ширины мы их отнимаем, либо от высоты. То есть, все очень просто. Вот. Второй аспект. Второй аспект – это шрифты. Шрифты у нас всегда должны подстраиваться под какой-то определенный размер, потому что, вот, например, здесь у нас это огромный шрифт. Вот. Я его уменьшаю, уменьшаю экран, и, в принципе, эти шрифты, они у нас совсем незаметны, но они немножко уменьшаются. Они подстраиваются под размер экрана. Это происходит благодаря тому, что, опять-таки, у меня все font-size установлены не в пикселях, а в величинах, которые, в принципе, подстраиваются под размер экрана. Вообще, в адаптивной верстке не надо использовать пиксели, потому что пиксели – это сталые величины, которые, ну, они не смогут подстроиться под размер определенного экрана. Вот лучше, самым лучшим при использовании, точнее, при выборе размера для шрифта используют EM. Ну, EM, да. В принципе, с ними 1 и EM – это стандартный размер шрифта. 1 и 2 – это уже больше, 1 и 7 – больше, ну, и так понятно, да, то есть, 2 и EM – это будет в два раза, ну, в двойной, как бы, размер этого шрифта, 1 и 7 EM – это вот практически в два раза больше, чем первоначальный размер шрифта будет. Вот, то есть, второй аспект – это шрифты. Вот, мы с вами уже разобрали, что блоки, все абсолютно блоки, должны быть выстроены вот в такую вот концепцию, что в пикселях, ой, в процентах. Шрифты тоже должны быть в процентах. Кстати, да, они могут быть в процентах или вот в EM. Ну, вот в таких вот. Вот. Таким образом, наш сайт, как вы видите, он превращается, ну, то есть, он подстраивается под экран. Причем, третий, третий аспект, он может позволить нам вот эти вот все наши блоки, которые, ну, некрасиво выглядят, хотя и в них и проценты устроены, да, хотя эти блоки не в пикселях, они в процентах, поэтому они подстраиваются, в принципе, и шрифты у них тоже не в пикселях, размеры их не... Но все равно оно все выглядит очень-очень плохо. Здесь, чтобы исправить эти вещи, нам потребуются свойства CSS3, которые устанавливают определенные стили для конкретных размеров экрана. То есть, в данном случае у нас надо применить одни стили, которые будут у нас устанавливать, что этот блок будет на всю ширину, этот блок тоже будет на всю ширину, и поэтому он будет здесь внизу под всеми статьями. А в данном случае, когда у нас большой экран, то, в принципе, у нас вот такие стили нам как раз и подходят, что у нас два блока помещаются в одну линию. Вот. Но это в следующем уроке. В этом уроке, опять-таки, тут очень много CSS, как вы видите, куча, смотрите, 268 строчек. Писать это все, это было бы очень долго, я думаю. Поэтому этот весь код, он также у меня есть, вы можете его скопировать себе на сайт, перейдя по ссылке в описании. Просто его копируете, вставляете себе на сайт, делаете папочки так, как у меня, в принципе, либо просто поменяйте пути в индекс.php, или, может, вы HTML задали. Вот. И у вас будет точно то же самое, что у меня на данный момент. В следующем уроке мы уже именно подстроим все наши блоки так, чтобы они идеально адаптировались под конкретный экран. Вот. В этом уроке, опять-таки, повторюсь, мы изучили основные принципы. То есть, все задавать в пикселях. Тьфу, уже поздно, заговариваюсь. Все задавать в процентах. Шрифты также задавать либо в процентах, либо вот в таких относительных каких-то величинах. Там EM и прочее. Но не в пикселях. И третье свойство мы рассмотрим дальше. Оно вообще отлично помогает при создании адаптивных сайтов. Вот. А на этом уроке все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok